Ну что ж, это предновогодняя серия стальных монстров-союзников. Должна она выйти где-то 30-го числа, на это я рассчитываю. И всё произошло очень даже неплохо. Удалось мне сохранить игру и загрузиться. Но вот здесь проблема. Зевнул я торпедный залп в Магами, получил... Тяжёлый крейсер, два попадания в центральную часть. Сильно повреждены рули, движители. Почти полностью разбиты. То есть, это означает, что этот корабль... Давайте я паузу отожму, уже скорее всего не уйдёт отсюда, с этой точки, с этой позиции. Но вот пытаюсь я его как-то увести. Но не уверен, что у меня это получится. Максимальную скорость попробую поставить. Посмотрим, как он вырулит. Ну и затопление у него идёт. Затопление... Кормовых отсеков. Единственное, что радует эта команда ЦЛА, может быть она и справится с такими повреждениями. Потому как в реальности, такие корабли выдерживали даже четыре торпеда. Иногда и от двух тонули, иногда держали и четыре. Тут всё как повезёт. А вот со вторым Магами всё гораздо хуже. Не может он уйти из-под обстрела, получает новые снаряды. Горит его кормовая часть, как и у соседа его. Пожар. Продолжаем мы топить тяжёлые крейсера, продолжаем как-то отбиваться. Пытаюсь я выбить всю эту береговую артиллерию, чтобы спасти. Уже, можно сказать, обречённый Магами. Да, всё. Обширное затопление по всему корпусу, этот корабль не жилец. Буквально за несколько секунд он утонет. Вот что значит проморгать торпедный залп. Ну что ж, остаётся только горестно наблюдать за тем, как... Один из наших немногочисленных тяжёлых крейсеров погружается под воду. Кое-как удалось команде удержать его по осадке, но... Скорее всего, он утонет из-за растущего крена. С такими повреждениями, ну... Я никогда не видел, чтобы корабли выживали. Ну да, команда сделала всё, что смогла, но... Здесь уже всё ясно. До последнего они пытаются как-то его удержать на плаву. Вот даже... Дифферент выправляют, но всё. Крен на левый борт. Туда, куда попали торпеды. Всё же, несмотря на все недостатки игры... Система повреждений здесь реалистичная. Тонет корабль. Взрыв носовых погребов. Смещение снарядов происходит. Корабль просто переворачивается. Но здесь ещё и торпеды по нему выпустили. С подводных лодок, чтобы добить его. Ну вот здесь наши эсминцы идут. В атаку пытаюсь я спасти второй крейсер. Пытаюсь как-то отлечь силы врага. Так, давай-ка сюда попробуй проатаковать. Такая довольно странная получается атака. На подводной лодке. И нам сбили торпедоносец. Ну, торпедные крейсера мы в принципе... Торпедные катера. Я в принципе выбиваю и здесь пожар. Пожар на когерой прямо в командирской рубке. Жесть. Пожар сильный. Это очень-очень опасно. Максимальная интенсивность пожара здесь можно подробнее посмотреть. Задеты ли топливные баки? К счастью, нет. Аппаратура. Пожар средний, сильный, сильный, сильный. И я думаю, вся командирская рубка выгорит. В этом не приходится сомневаться. Здесь заход на подводные лодки, пытаясь я их... Утопить глубинными бомбами прямо под... Под огнем... Сторожевых кораблей противника. Так, здесь... А, сбили и 16, я уже хотел направлять... Авиацию на его перехват. Ну, тут группка... Торпедных катеров под огнем наших линкоров. Так... Ну, раз уж ты все равно... Ублеченный... Давай... На взлет. Вся группа разведчиков. Сбросили бомбы. Сбросили бомбы. Первый сбросил. В магами еще раз попали. Пытаются как-то выбить... Артиллерийские бункеры. Но пока не получается, давайте-ка я... Вручную сброшу бомбу на эти бункеры. Потому как надо попасть в них во что бы то ни стало. Заходит торпедоносец на цель. В принципе, все неплохо. Минимальная скорость идеальна для бомбометания. И... И еще немного. И по нам стреляют. Маневр уклонения. Давай на базу. А и как ему достается? Зенитки заметили, что я... Захожу на цели. Сразу же идет сильнейший обстрел. Вот бомбы. Вот бункер. Попасть я по нему попал. Но этого не хватило, чтобы добить. К сожалению. Так, а что здесь с повреждениями самолета? Это жесть ему досталось, конечно. Но, похоже, из зоны действия ПВО он все-таки вышел. Так. Сбиваем мы... Дальние бомбардировщики уничтожаем. Торпедные катера. И... Что у нас с подводными лодками? Кого-нибудь еще потопили или нет? Да, тут и крейсерам достается. Не слабо. Точнее, эсминцам нашим. Точнее, эсминцам нашим. Ну да, под огнем сторожевых... ...катеров происходит эта атака. Но здесь торпедник с мертвым экипажем. Выбитый. А этот еще жив, но без винтов. И... Сторожевики, в принципе, целые. Ну ладно, сейчас пройдут эсминца. Давайте, вот этого еще утопите. Негодяи, чтобы они не добрались до наших тяжелых кораблей. Итак, что у нас тут? В принципе, вся тяжелая группа линкоров из-под огня вышла. Которая могла выйти. Конечно... Потери у меня здесь совершенно не нужны. Так, этот... ...пожар как прогрессирует? Пожар средний, повреждения тяжелые. И... ...аварийная группа, похоже, справляется. Что плохо, это... ...погреба. Рядом здесь расположены с носовым отсеком. И это может быть очень и очень опасно. Пожар около... ...носовых погребов башен главного калибра. Так что... ...чем скорее этот пожар потушить, тем лучше. Амагами продолжает получать снаряды. Корма уже разбита в хлам. И пошли затопления. Экипаж... ...почти полностью выбит. Да, это тоже... ...второобреченный корабль. Тут реально только чудом он может на плаву остаться. Что здесь по прогрессу? Вроде бы с повреждениями как-то пытаются бороться. Как-то. Вот именно что как-то, к сожалению. И пролет над кучей стражевых кораблей, это, конечно, не то, что надо бы делать этим самолетом. Тут лучше лететь было бы в обход. Ну, что я и сделаю, в принципе. А подводных водок здесь, ну, просто невероятное количество. Так. Кальера, давайте... ...вот этого еще. Прикажу утопить. И пусть наши эсминцы тут четыре штуки. Пусть, в принципе, вокруг подводных водок крутятся и разбираются с ними. Так, ну это торпедники идут на посадку, надо еще разведчики поднимать. Новые разведчики на взлет. Раз. А новых разведчиков, похоже, и... ...не осталось. Все, что можно, я поднял. Продолжает противник вызывать подкрепление, продолжает гореть и тонуть. Еще один тяжелый крейсер Магами. Вообще, я поставил себе цель потерять в этом сражении цели общей суммарной ценностью не более одного крейсера. Ай. Все. Пожар дошел до погребов и взорвался корабль. И нам только что утопили еще эсминец. Вот он. Видимо, подводные лодки удачным залпом его выбили. Вот еще торпеды. Так, это наши, что ли? Да, это эсминцев залп, в принципе. Ну ладно, уходим из зоны действия подводных лодок. А то их здесь просто дофигища. Арт бункер выбили, но уже поздно. Поздно. Уже это ничего не решает. Давайте я попробую поставить скорость игры X2. И посмотрим, что будет. Как оно с тормозами. Как оно будет влиять на производительность. Ну здесь крутится почему-то. Катапультные разведчики. Психи. Все, все на посадку. Почему катапультные разведчики лезут воевать с истребителями, мне это непонятно. Так, вот еще один затесался. Ты тоже на посадку. Конечно, удивляет. Просто удивляет. Действия авиации. Удивляют очень и очень неприятно. Ну а пока что я пытаюсь отойти от побережья. Как-то разорвать дистанцию между собой и подводными лодками. Нет, ну просто огромное количество подводных лодок здесь. Просто невероятное. И давайте-ка я здесь опять же проведу ручное бомбометание. Вот. На... На третью подводную лодку в этой линии и сразу же на четвертую. Данные полета в принципе нормальные. Тяга 14. Высота. 900. Скорость великовата. Тягу в ноль. Надо бросать... Где-то метров с... 300 и на нос лодки. В принципе, маркеры я вижу. Вот. Сбоку пролетели глубинные бомбы. Возможно, вы их видели. Первая пошла. И на вторую. В принципе... Так, что-то у нас с закрылками не то. Ну ладно, сначала бомбу сбросим, потом закрылки. В принципе, так. Сейчас надо вспомнить, как закрылки убираются. Д и С. Двигатель. И отправляем самолет на посадку. В принципе, одно хорошее попадание. Глубинные бомбы, оно способно утопить подводную лодку. Ну вот, наши подопечные. Две подводные лодки. Бросали мы бомбы на них. Ждем разрывов. Вот так. Советские подводные лодки. Ага. Еще больше упреждения, значит, надо. Никаких особых... Никакого особого урона мы не нанесли. А здесь... А эту я, похоже, задел. И... и... Да, она утонет. Утонет, я сказал, утонет. Быстро ликвидировали. Советские подводники. Прогрессирующее... Прогрессирующее затопление на корме. Но у них и в носу затопление, и оно... Сами видите, не могут они справиться с повреждениями. Видимо, бомба упала все-таки очень и очень удачно. Ну, давай же, давай же. Таня, я должен отомстить за свои... Тяжелые крейсера. Потому как размен... Тяжелых крейсеров на несколько подводных лодок, это... Конечно, это... Не то, чтобы хорошо. Даже десяток подводных лодок... Он по затраченным средствам... Ну, к сожалению... Дешевле, чем один тяжелый крейсер, насколько я помню. И, похоже, с затоплением все-таки справились моряки этой подводной лодки. Нет, пока непонятно. Так, смотрим индикатор. Дифферент 49. И, похоже, не прогрессирует. М-да. Все-таки удержали они ее на плаву. Ну, это, кстати, одна из особенностей системы повреждения... В этой игре... Доводит систему повреждений показатели затопления крена до сильных значений и потом их держит. В таком положении достаточно долго. М-да. Но показатели не растут, значит, здесь нужна еще одна атака. Так, здесь повреждений нет. Здесь тоже. Вообще, шансы есть, что эта подводная лодка все-таки утонет. Просто надо дольше ждать. Так, вы, ребята, что тут делаете? Упустили авиацию. Молодцы. Молодцы! У нас тут... Авиация противника вот-вот завоюет господство в воздухе. Это просто чудесно. В кавычках. Отлично. Отбомбились. Отбомбились наши торпедоносцы. Идут они. На базу бункер я так и не выбил здесь. Но сейчас надо отходить в море, пересобирать силы и вот с этим блоком подводных лодок как-то... ...разбираться. Так. Все... Все на посадку. А то тут уже у многих топливо кончается и они сейчас реально начнут биться. Так, первая группа тяжелых кораблей. Давайте свои. Разведчики противолодочные на взлет. Нет, ну истребители конечно вообще. Чудеса. Вытворяют зевнуля. Пару самолетов и всей кучи упали вниз. Тактика на грани фантастики. И у нас здесь уже не такое значительное преимущество как было. Ф-1, М-1. Бьются. Бьются в воду. Давай, 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 доворачивай, доворачивай до него. Я в тебя верю. Так, 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 в кабину. Альпс. Прицел здесь отвратный. Попробую я сбить дальний бомбардировщик. Лично. Так, перезарядочка. И обратите внимание на уровень топлива. Мне уже пора сажать самолеты. Пора сажать истребителя. Потому как топливо у них кончается. Ладно. Здесь я за ним уже не успеваю, но... Но остальные самолеты успевают. Давайте вот этого. Пора сажать истребительную авиацию по частям. Чтобы хоть какое-то преимущество в воздухе сохранить. По-хорошему это надо было делать еще несколько минут назад в начале серии. Но я слишком увлекся спасением своих кораблей и охотой на подводной лодке. Так, и что у нас здесь? Так. Мне интересно, та подводная лодка, на которой я так удачно сбросился. Нет, она все еще на плаву. Порту к кончилю. Новая партия торпедоносцев на подходе. И давайте, ребятки... Высоту пониже, скорость повыше. Отлично. Ну, как-то так. И здесь что-то новое. Эсминец, Дзержинский типа Новик. Начинает эсминца вызывать в качестве подкрепления. Противник. Ну и что я могу сказать по ходу боя, это в принципе фаза отступления с нашей стороны и охота на подводные лодки. Опять СЕФ-1М1 разбился, похоже, что... Похоже, что это просто падает в воду... Наши разведчики, у которых топливо кончилось. Так, ну ты тут справишься против двух. Давай-ка я тебе попробую помочь. Да-да-да, уклонение, уклонение, уклонение. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, проводим атаку. Эй-яй-яй-яй-яй. Вот лидирующий торпедоносец. Я буду бомбить крайне левый. Крайнюю левую лодку и... Самую дальнюю. Тягу прибавим. Заходим на цели. Потому как всё-таки вручную, если я отбомблюсь, это будет поэффективнее. Я уже понял, какое упреждение для бомб надо брать. Теперь главное не ошибиться с такой вещью, как выбор времени сброса. Потому как лодки всё-таки под ватовой. И здесь проекция на них. Может быть, немного неверно? Ай-яй-яй-яй. Нет, не получилось. Не получилось сброс произвести. Немного не понял я, где у неё нос находится. Вот это хороший сброс был. И добьём. Добьём ту лодочку. С которой в прошлый раз не получилось разобраться. 90 метров высота, снижаем скорость. И, и, и. Поехали. Тяга на максимум, и давай домой. Снарядик. Смотрим за разрывами. Так вот, первая лодка. Ну, где разрыв в глубинке? А, отлично, прямое попадание. Сразу же и утопил. Так, это я перехватываю. Отлично, во вторую попал. И. Вроде так. А, нет, вот она. Да, свою собственную бомбу я в пикировании обогнал. И ты тоже давай назад. Все на посадку, кроме тебя. Так, слышны разрывы глубинных бомб. Пытаются что-то вытворять на заднем плане. Сторожевики, а мы ищем новую цель. В принципе, те две бомбы, что я сбросил, они в цель попали. А вот наши союзники, похоже, что нет. Так, вот две новые цели, я их забираю. А, нет. Вот кого-то утопили. Выравниваемся, я беру... Давайте-ка в эту скину. Ведь... Нет, слишком большой угол. К сожалению, слишком большой угол. Так, высота. Надо уже выравнивать высоту. Что-то, конечно, невероятное тут творю в плане горизонтальности полета. Раз. Сброс. Два сброса. Так, вроде две неплохих бомбы сбросил. Достаточно точных сбросов сделал. И посмотрим, что же будет. Какие повреждения удастся нанести? А, ну и... Всю истребительную авиацию... Домой. Троечка и... В принципе, у нас уже есть два десятка истребителей, которые можно поднять с первой группы, что мы на посадку отправляли. К разрыву. Смотрим разрывы. Отлично. Отлично. Я... Сегодня просто караю. И вторая. Ну же, ну же, ну же. Но, похоже, ее не задело. Повезло. Этой подводной лодке повезло. Ну что ж, еще раз единичка. И еще раз двойка. И у нас, похоже, заканчиваются... Разведчики. Максимальная скорость. Быстрее на посадку. Еще один F1-M1 разбился. Кстати, совсем забыл я... Сказать, что... С заходом на посадку у них тоже туго. У этих самолетов. Но этот, похоже, только взлетел. Разведчик с Ямато, между прочим. Ну, флот ушел, в принципе, на безопасную дистанцию. Подальше от подводных лодок. Но с этими гадами надо как-то разбираться. Надо как-то на них выходить. И я полагаю, что подводных лодок еще куча. В гаванях находятся. Так, тут что? Эти на посадку идут. И целая вереница... Бомбардировщиков поднимается с базы. Давайте максимальную скорость и высоту. Еще один ДБ-3 упал. Даже не знаю, кто его сбил. Потому как все наши самолеты должны на посадку идти. Ну что ж... Похоже, что эта фаза боя затягивается. Разборка с подводными лодками. Пожалуй, пропущу я ее за кадром. Вернусь, когда начнется более активная фаза боя. А на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. И с наступающим вас... Новым годом. Следующий темп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...